Как-то летом 2019 года мой папа меня спросил Влад, а не хочешь ли ты поехать учиться в Америку? Жить в большом и красивом доме, поднимать американский флаг каждое утро, ну и, конечно же, играть в баскетбол? Ну а кто же не хочет? Таким образом, мой папа подключил свои связи, нашел тренера в Америке и списался с ним. Ему так понравились мои хайлайты, что он уже начал меня заманивать фотографиями своего дома, школьной баскетбольной формы и новых командных кроссовок. Через несколько дней я отправился в свое американское приключение. Первым делом я пошел в американское посольство в Москве получать свою визу. На следующий день я улыбаюсь, потому что, несмотря на незнание языка, мне ее выдали. Полет мой занял практически целый день. Я летел через Германию, где потерялся и чуть не опоздал на мой следующий рейс. Потом я остановился в Колорадо, где провел кучу времени, доказывая, что я не шпион. И, наконец-то, после этого я полетел в Монтану, мой конечный пункт назначения. Был я, кстати, не один. Меня сопровождал Филипп, которому на тот момент было 17 лет, а мне 15. Вместе мы будем учиться в одной школе, играть за одну баскетбольную команду, но жить будем в разных семьях. Уже не помню, как выбрался из аэропорта, еще не зная толком ничего о своей новой семье, я проснулся пораньше, чтобы провести разведку. Загадочные люди оставили мне хлопьев с молоком на утро, а я в ответ подложил пачку шоколада Аленка. Так же, как у американцев есть стереотипы о России, у меня тоже были стереотипы о Монтане. Я думал, что тут будет очень холодно, но несмотря на это, первые пару недель моего пребывания температура там доходила до бешеных 42 градусов, поэтому растительности вокруг было мало, только желтая трава и маленькие зеленые кустики вокруг. В тот же самый день, озаренный лучами солнца словно Аполлон, я и моя новая семья поехали проведать мою многообещающую школу. Жили мы в сельской местности, и поэтому до самого большого города Биллингс ехать нам надо было километров 50-60 по трассе. Школа у меня оказалась необычная. Маленькая, всего около 100 человек, но крепко сплоченная общей идеей – христианством. Куда ни посмотри, везде на стенах висели плакаты со стихами из Библии. На мое внимание привлек совсем другой баннер. Моя новая баскетбольная команда стала чемпионами на национальном уровне в 2019 году. Первым делом я пошел искать своего нового тренера. По совместительству он оказался учителем биологии, как мне рассказал парень, который окончил 12 классов в этой школе и теперь помогал новоприбывшим студентам. Бедный паренек потерял практически всю веру во мне, когда узнал, что я не знаю, что такое Байбл. А я и не додумался, что это значит Библия по-английски. Представляете? Так себе и ходил по школе, спрашивая, что такое Библия, что такое Библия. Позже мое внимание переключилось на яркий трофей, который я заметил прямо посередине комнаты. Это был кубок за тот самый чемпионат 2019 года. Также я заметил фотографию баскетбольной команды, которая бы выиграла. Десять ребят держали трофей. Пару ребят ушли из команды, так как они закончили 12 класс. Уже тогда в команде был один серб и турок. А в этом году будет два турка, русский и белорус. Тренер выдал мне 10-недельную предсезонную программу, и после этого мы покинули школу. А сейчас вы почувствуете, в какой сельской местности я жил. А поехать мы решили в магазин. Есть такой магазин в Америке, называется Walmart. Очень похож на российский Ашан. Как же было необычно увидеть столько еды, да еще с такими необычными ценниками. Естественно, я сразу же побежал искать знаменитую американскую еду. Бургеры. И неожиданно я наткнулся на целую стену из этих бутербродов. Из тех коробок можно было бы построить настоящий замок или забаррикадировать проход в магазин, чтобы они не достались никому, кроме меня. Руками бы я, конечно, все это не вынес, поэтому пошел искать знаменитые американские тележечки, чтобы схватить как можно больше бургеров, пока я не опомнился. В корзинке меня, кстати, сидеть было не разрешено. Наконец-то мы поехали домой. Я хочу, чтобы вы опять прочувствовали, в какой деревне я жил. Ехали мы не по дорогам, а по полям. Продолжение следует... Моей самой большой необходимостью на тот момент были зарядки. Они выглядели по-другому в Америке, поэтому мне пришлось купить новые. Также я не удержался и купил целый комплект оборудования для съемки с GoPro. Ну и, конечно же, я съел сочнейший бургер по приезде домой. Было часов пять, как я помню, и жара все еще стояла невыносимая. Ну мне-то что? Я решил позагорать и насладиться новым пейзажем. Но недолго я наслаждался. Меня практически сразу устроили на работу. Да еще какую! Таскать мусор на квадроцикле. После часа моего труда мне разрешили покататься вокруг территории. Первые пять минут все было хорошо, а потом... Мое первое падение. И тогда мне сказали, нет, лучше уж ты газон коси. Там-то перевернуться сложно. И таким образом стрижкой газона стала моей еженедельной работой. А еще у нас был песик, которого звали крыса. Не переживайте, я его не переехал. Теперь меня можно неофициально дразнить фермерам.